Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру, и мы продолжим разговор о книге «Экклезиасты». И сейчас обратимся к четвертой главе этой книги. Четвертая глава, как и практически весь текст «Экклезиаста», с одной стороны, довольно естественным образом делится на фрагменты, посвященные определенным темам или каким-то поворотам мысли автора, но в то же время сама последовательность, сама логика этой мысли прослеживается далеко не всегда. Впечатление иногда создается, что позднейший редактор работал с какими-то более древними текстами, пытаясь систематизировать их и придать хотя бы видимость единой композиции. Но вот в силу этого, пожалуй, самым разумным подходом будет все-таки посмотреть именно на отдельные фрагменты, на то, какие темы видит «Экклезиаст». Напомню, что, собственно, книга его посвящена попытке рационального исследования того, что происходит в человеческой жизни, как устроен мир, что такое человек. И, взирая на все это, как правило, «Экклезиаст» говорит о том, что в сущности все имеет мало смысла и мало значения. Все, что исследует его ум, в конечном итоге представляется ему суетой и погоней за ветром. И вот в начале четвертой главы мы видим, что вместе с тем «Экклезиаст», автор книги «Экклезиаста», вовсе не является таким бесстрастным или скептическим наблюдателем. Как и в конце третьей главы, впрочем, он говорит о том, что в жизни есть вещи по-настоящему ужасные. Пытается-то он найти что-то хорошее, и с этим возникают у него изрядные сложности. Но существование по-настоящему того, чего быть не должно, неправильного, для «Экклезиаста» никакого сомнения не представляет. И это тоже, на самом деле, важно очень увидеть, потому что несправедливость жизни, несправедливость, которую люди вносят в неё, это может быть очень существенная, едва ли не самая, существенная часть реальности. И это тоже отнюдь не добавляет автору оптимизма. И вот в начале четвертой главы он говорит, «И обратился, я увидел всякие угнетения, которые делаются под солнцем. Вот слёзы угнетённых, а утешителя у них нет». И, судя по тому, как говорит об этом здесь и в некоторых других местах автор книги «Экклезиаста», это действительно то, что огорчает его сердце и оскорбляет его человеческое достоинство. И, в каком-то смысле, может быть, это тоже поучительно для нас, потому что, да, конечно, «Экклезиаст» видит, что это бывает сплошь и рядом, но он совершенно не готов согласиться с тем, что так и должно быть. Может быть, интуитивно всё-таки он чувствует, где-то глубже своей рациональности, что замысел Божий не таков. И вот вся эта несправедливость устройства человеческого мира и человеческой жизни, то, как мы сами это делаем, это далёко не то, что задумал Бог. И поэтому он говорит, да лучше быть мёртвым, да лучше быть вообще не родившимся, только бы не видеть тех злых дел, которые делаются людьми под солнцем. Повторяю, для него эта вещь реально существующая, но совершенно не готов. Автор книги «Экклезиаста» считать это естественным порядком вещей. Так, с его точки зрения, быть не должно. Какие дальше из этого каждый из нас делает практические выводы, это, в конце концов, совершенно другой вопрос. Но для библейского контекста это очень естественное такое, может быть, единственное естественное отношение к угнетению, которое часто царит в человеческом мире. И ещё тоже обратим внимание на слова, которые совсем краткие, но всё же имеют, по-видимому, для «Экклезиаста», да и для всей культуры мудрых Израиля, существенное значение, когда он говорит о том, что утешителя у него нет. И, по-видимому, погружаясь в языковые особенности оригинала, мы увидим, что здесь лишь на первый взгляд имеется в виду тот, кто мог бы облегчить эти страдания. Как правило, всё-таки под выражениями такого рода, под словом Гуэлл, который обычно в нашем синодальном переводе передаётся как утешитель, подразумевается тот, кто от Бога приходит для того, чтобы избавить весь этот мир от страданий. И, будь у нас такая возможность, может быть, следовало бы писать это слово с большой буквы. «Экклезиаст», как и вся культура мудрых Израиля, отчасти знает, отчасти догадывается, и отчасти чувствует, что у Бога есть, ну, как можно было бы сказать, некоторый план о том, как устроена человеческая жизнь и человеческий мир, и что с ним делать. И центральное место должен был бы занимать тот, кто приходит от Бога для того, чтобы спасти нас, для того, чтобы утешить измученный народ Божий. И вот «Экклезиаст» в данном контексте свидетельствует о том, что в человеческом мире, в человеческом мире такой фигуры нет. Подразумевается при этом само собой, что единственным, кто мог бы быть таким утешителем, является сам Бог, но никак по-другому никто иной. Дальше в следующая часть четвёртой главы, как и много других мест в этой книге, посвящены человеческому труду, тем, что мы делаем для того, чтобы прокормиться. Но в данном месте «Экклезиаст» обращает внимание вот на какой аспект. Он говорит о том, что да, мы трудимся, чего-то мы добиваемся, производим успех в делах, но это всё, говорит он, между людьми возбуждает только зависть, которая тоже в конечном итоге суета и погоня за ветром, или суета и томление духа. И дальше он говорит о том, что на самом деле мы где-то в предельной глубине своей личности остаёмся в сущности одни, один на один с самим собой. И вот это одиночество тоже для «Экклезиаста» вещь очень чуждая в каком-то смысле. И снова он видит, что это так в человеческом мире. И все мы в лучшем случае не мешаем друг другу, а чаще даже и завидуем или мешаем друг другу. И всё, что мы делаем, весь труд человеческой жизни, всё это не соединяет нас, не связывает нас, не как друг с другом. Мы остаёмся друг к другу чуждыми и одинокими. Ну, заметим, к слову, что, к счастью, та картина вот этого экзистенциального одиночества человека, о которой «Экклезиаст» здесь говорит, это правда, но не вся. Вот. А для него самого важно, что он тоже понимает, чувствует, видит, что могло бы быть по-другому, могло бы быть по-другому. Но в человеческом мире это не так. Он говорит, да, если двоим лучше, нежели одному, и нитка в трое скрученное не скоро порвётся. Он говорит о том, что мы могли бы быть друг для друга какой-то поддержкой, да, и возможность быть вместе друг с другом для людей была бы чрезвычайно ценной. Но не видит он этого, или, скажем точнее, почти нигде не видит в человеческой жизни. В одном месте «Экклезиаст» скажет только вот об этих человеческих отношениях и человеческом одиночестве нечто другое, когда будет говорить «наслаждайся жизнью с женою твоей, которую ты любишь». Но ничто иное, кроме вот этой тайны внутри человеческой пары, мужчины и женщины, всё остальное для «Экклезиаста» пространство, где могло бы реализоваться что-то по-настоящему прекрасное, но его нет. И, как обычно, в других рассуждениях «Экклезиаста» тоже важно обращать внимание не только на то, чего он не находит в человеческой жизни, но и на то, что же он всё-таки ищет. Иногда кажется, что, знаете, в опыте, в мудрости и в сердце «Экклезиаста» есть некоторая тоска по Церкви Христовой, хотя, понятное дело, он никак не может сформулировать такого рода вещи. У него есть представление о том, что мы могли бы быть вместе, но только в том пространстве, где Бог присутствует. А если этого нет, то всё человеческое общество на самом деле атомизируется и разваливается. И сегодня тоже мы часто сокрушаемся и сетуем, что социальные связи рвутся, и, значит, всё меньше. Но вот 2500 лет назад «Экклезиаст» сокрушался и сетовал в сущности о том же самом. Поэтому, как он сам и говорит, нет ничего нового под солнцем в человеческом мире. Всё по-настоящему новое исходит только от Бога. И дальше в несколько менее внятной для нас, чем для него самого Маэре, он говорит о таком человеческом феномене, как государственное устройство, говорит о царе. И, собственно, фундаментальная мысль «Экклезиаста» продолжает разговор о отсутствии у нас контактов и взаимодействия друг с другом. Поэтому он пишет о царе, который не умеет принимать советы. И говорит, да лучше совершенно неопытный юноша, только не самовлюблённый дурак, который и то лучше бы справился с задачей управления обществом или государством, чем надутый индюк, который не готов услышать вообще никакое другое мнение и теряет связь с реальностью. И при всём том и об этом тоже «Экклезиаст» говорит. Но в конце концов, да неважно, такой царь или эдакий царь, в конечном итоге и это всё оказывается суетой и погоней за ветром. Важно попытаться примерить на себя, на свою жизнь вот эту оценку «Экклезиаста», потому что мы, конечно, в современной нашей реальности, в нашей стране довольно часто впадаем в совершенно безудержное и крайне грубое идолопоклонство перед социальными, государственными и прочими структурами, и даже оставляя в стороне то, что это, конечно, нарушение заповеди, хотя бы важно услышать вот эту оценку умного человека. Это всё погоня за ветром, потому что всё это не оставляет настоящих следов в человеческой жизни и, как «Экклезиаст» бы сказал, на лице земли.